Федор Достоевский. Преступление и наказание. Краткое содержание. Часть 6. Главы 1-2. Похороны Катерины Ивановны. Разумихин рассказывает Родиону, что пульхирия Александровна заболела. К Раскольникову приходит Порфирий Петрович. Следователь заявляет, что подозревает Родиона в убийстве. Он советует ему явиться в участок с повинной, дав на размышления два дня. Тем не менее, никаких доказательств против Раскольникова нет, а в убийстве он пока не признается. Главы 3-4. Раскольников понимает, что ему нужно поговорить со Свидригайловым, в этом человеке таилась какая-то власть над ним. Родион встречает Аркадия Ивановича в трактире. Свидригайлов рассказывает Раскольникову о своих отношениях с покойной женой и о том, что действительно был очень сильно влюблен в Дуню. Но сейчас у него есть невеста. Глава 5. Свидригайлов уходит из трактира, после чего втайне от Раскольникова встречается с Дуней. Аркадий Иванович настаивает, чтобы девушка зашла к нему в квартиру. Свидригайлов рассказывает Дуне об услышанном разговоре Сони и Родиона. Мужчина обещает спасти Раскольникова в обмен на расположение и любовь Дуне. Девушка хочет уйти, но дверь оказывается запертой. Дуня достает припрятанный револьвер, несколько раз стреляет в мужчину, но не попадает, и просит отпустить ее. Свидригайлов дает Дуне ключ. Девушка, бросив оружие, уходит. Глава 6. Весь вечер Свидригайлов проводит по трактирам. Вернувшись домой, мужчина зашел к Соне. Аркадий Иванович говорит ей, что, возможно, уедет в Америку. Девушка благодарит его за то, что он устроил похороны и помог сиротам. Мужчина дает ей 3000 рублей, чтобы она смогла жить нормальной жизнью. Девушка сначала отказывается, но Свидригайлов говорит, что знает, что она готова пойти за Родионом на каторгу и деньги ей точно понадобятся. Свидригайлов забредает в глушь города, где останавливается в гостинице. Ночью ему снится девочка-подросток, которая давно из-за него погибла, утопившись после того, как мужчина разбил ей сердце. Выйдя на рассвете на улицу, Свидригайлов выстрелил себе в голову из револьвера Дуни. Глава 7. Раскольников прощается с сестрой и матерью. Юноша говорит близким. Что собирается признаться в убийстве старухи, обещает начать новую жизнь. Родион сожалеет, что не смог переступить через заветный порог собственной теории и своей совести. Глава 8. Раскольников идет к Соне. Девушка надевает на него кипарисовый нательный крестик. Советую ему пойти на перекресток, поцеловать землю и сказать вслух «Я убийца». Родион делает так, как сказала Соня, после чего идет в полицейский участок и признается в убийстве старухи-процентщицы и ее сестры. Там же узнает о самоубийстве Свидригайлова. Эпилог. Глава 1. Родиона приговаривают к восьми годам каторги в Сибири. Пульхирия Александровна еще в начале процесса заболела, болезнь ее была нервной, больше похожей на помешательство, и Дуня и Разумихин увезли ее из Петербурга. Глава 2. На каторге Родион не мог найти общего языка с другими заключенными, его все не любили и избегали, считая безбожником. Раскольников размышляет о своей судьбе, ему стыдно, что он так бездарно и глупо загубил свою жизнь. Свидригайлов, сумевший покончить с собой, кажется ему сильнее духом, чем он сам. Соню же, приходившую к Родиону, все арестанты полюбили, при встрече снимали перед ней шапки. Девушка передавала им деньги и вещи от близких. Раскольников заболел, лежит в госпитале. Выздоравливая тяжело и медленно. Соня регулярно его навещала и в один из дней Родион, плача, бросился к ее ногам и начал обнимать колени девушки. Соня сначала испугалась, но после поняла, что он любит, бесконечно любит ее. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. И что в итоге? Раскольников, получает 8 лет каторги в Сибири, где спустя время происходит его духовное перерождение, объяснение в любви Сони и надежда на лучшую жизнь. Соня Мармеладова, отправляется в Сибирь вслед за Раскольниковым, начинает работать швеей и всеми силами пытается облегчить тяжелую долю Родиона и других каторжников. Свидригайлов, кончает жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета и оставив записку со словами. Что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Перед смертью пристраивает сирот Мармеладовых и дает крупную сумму Соне, чтобы та смогла поехать вслед за Родионом. Разумихин, женится на Авдоте Раскольниковой, сестре главного героя. Заключение В романе «Преступление и наказание» Достоевский рассматривает вопросы человеческой морали, добродетели и права человека на убийство ближнего. На примере главного героя автор показывает, что любое преступление невозможно без наказания, студент Раскольников, который Пожелав стать такой же великой личностью, как и его кумир Наполеон, убивает старуху-процентщицу, однако не может снести моральных мучений после содеянного и сам признается в своей вине. В романе Достоевский подчеркивает, что даже самые великие цели и идеи не стоят человеческой жизни.